Первое судебное заседание по иску Виктора Петрика к академикам РАН закончилось переносом дела в горсуд. В Кировском районном суде сегодня решили удовлетворить ходатайство адвоката-ответчиков. По мнению защитника академиков Андрея Рахмеловича, сведения, которые его подопечные должны сообщить, относятся к гостайне. В таком случае по закону разбирать дело может только городской суд. Петрик и его адвокат пытались возражать. По мнению изобретателя, перенос в заседание очередная инсинуация академиков. Академики объявили, вернее юрист, который представляет интересы четверых, которым предъявлен иск, объявили о том, что рассматриваемые материалы, то есть софир, рубин и триалюминиевый гранат, их свойства секретны. В связи с чем суд надо перенести в городской суд. Это историческая нелепость. Виктор Петрик требует взыскать с ответчиков больше полутора миллионов рублей за нанесенный ущерб его деловой репутации. Академики считают, что автор знаменитых фильтров для очистки воды свое очередное ноу-хау попросту украл. Речь о керамике под названием шпинель. Ученые утверждают, что у этих разработок есть свой актор и фамилия его не Петрик. Изобретатель и предприниматель, кажется, не сильно расстроился от переноса дела. В ожидании формальностей он любезничал с журналистками и раздаривал искусственные изумруды, им самим выращенные. Петрик назвал их диамантоидами. Виктор Иванович не забыл, как всегда, добавить, что ничего подобного никто еще не создавал. Субтитры создавал DimaTorzok